Максима Гурова А теперь Светлана сама волонтер в штабе Максима Гурова. Ее добровольческий стаж больше месяца. Усталости не чувствует, наоборот, только удовольствие от того, что помогает людям. Главная сложность – не принимать чужие истории близко к сердцу. Это сложно, но мы стараемся. И все равно мы все истории пропускаем через себя, все равно мы со всеми вместе переживаем. Ну а как можно общаться с людьми, оказывать им помощь и не проживать, быть совершенно равнодушным. Сейчас в штабе Максима Гурова работают более 50 волонтеров. Это бизнесмены, руководители, спортсмены, многие даже не знакомы друг с другом. Хотя начинал свою деятельность волонтер-предприниматель в одиночку. Но, как показала практика, добро порождает добро. Было определенное количество денег. Купил продукты, решил развести всем, кто нуждается. Но заявок на тысячи не пошли. И как бы пришлось это превратить в масштабную деятельность. Максим Гуров оказывает продуктовую помощь бесплатно. Обратившимся верит на слово. Каждого позвонившего заносят в разноцветный список. Так волонтерам легче ориентироваться. Серый – пакет заберут сами. Бирюзовый – необходима доставка. Красный – это уже так называемый черный список. Это либо обманщики, либо мошенники. Ну, вот люди, которые себя каким-то образом проявили. То есть, либо это в разговоре выяснилось, либо мы потом приехали и установили, что нас, в общем-то, обманывают. Такие случаи, к сожалению, тоже бывают. Большинство обратившихся за помощью в штаб Максима Гурова получает стандартный продуктовый набор. Обычно входит у нас в набор рис, гречка, крупы, сахар, сгущёнка, тушёнка. И это ещё не всё. Сладости для детей. Макароны, подсолнечное масло, мука. Продуктов должно хватить надолго. Помогают не только жителям Одинцовского округа. География намного шире. Это и Луганск, Донецк, города Подмосковья, Норильск. Сегодня в планах у Максима доставка. Первый адрес – семья с двумя детьми. Из-за введённых в регионе ограничений родители остались без работы. Подруга подсказала номер, который обращалась, и посоветовала также обратиться, потому что оказались в трудной ситуации сейчас в связи со всем происходящим. Поэтому позвонили, обратились и благодарны за помощь. Спасибо большое. После пандемии коронавируса штаб Максима Гурова, скорее всего, продолжит свою работу. Идей много, но в первую очередь признаётся руководитель. Он соберёт всех, кто вместе с ним помогал нуждающимся, чтобы, наконец, познакомиться и лично сказать спасибо. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok